Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Лента в студии Вероника Климова. Коротко об основных темах выпуска сегодня. Тем, кто на передовой плетение маскировочных сетей изготавливает в Артёме. Исторический фонтан по конкурсу «Твой проект» восстановят на территории округа. Бизнес-леди и развитие женского предпринимательства обсудили в Артёме. А теперь об этих и других новостях более подробно. Артёмовцев приглашают принять участие в акции «Сад памяти». Международная акция проводится по инициативе автономной некоммерческой организации «Сад памяти» Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» и Фонда памяти полководцев «Победы». Главная цель масштабной эколого-патриотической акции – высадка 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Символизм акции – появление зелёных памятников в честь героев – решает также задачи сохранения и восстановления лесного фонда. Ежегодно зелёные памятники высаживают во всех российских субъектах, а также за рубежом. Во время проведения акции в высадке садов приняли участие свыше 5 миллионов человек из более чем 50 стран мира. Принять участие в акции «Сад памяти» может любой желающий. Для этого необходимо выбрать и зарегистрироваться на удобную локацию, представленную на интерактивной карте проекта. Подробная информация на официальном сайте акции «Сад памяти 2023 РФ». Матери России, Святая София, Серебряные волонтёры, Добродар и другие общественные организации и просто неравнодушные жители Артёма оказывают посильную помощь тем, кто сейчас находится в зоне специальной военной операции. И не только продуктами, обмундированием и предметами первой необходимости, но и приспособлениями, которые могут сохранить жизнь и здоровье военнослужащих. Какие именно, расскажет наш корреспондент. Змейкой летаем сюда, потом под, потом сверху, под, сверху. Ну и получается, как змейка, она вот так вот огибает. Кто бы мог подумать, что женщины, отложив домашние дела и заботы, вместо кружев начнут плести маскировочные сети. Не для себя. Помните, как осенью и в начале зимы волонтёры вязали носки, шапочки и балаклавы для своих мужчин, для тех, кто на линии соприкосновения в зоне специальной военной операции. Тогда тёплые вещи помогли нашим ребятам. Помогут и сейчас маскировочные сети. Ну вот мы только первая сеть сегодня, вы видите, она уже готова, сделали. И я думаю, чем больше будет обласки, предана вот эта работа, тем больше людей придут. Я надеюсь на это, ну верю в это. Каркасы для изготовления сетей сделали на мебельной фабрике. Бесплатно. Социально-ответственные предприниматели помогли с материалом. Хотя нашлись такие, кто почувствовав наживу, поднял цены на ткань. Но поддержали волонтёрские организации. Матери России, Добродар, Святая София, Серебряные волонтёры и другие. Сегодня приехала с работы, первый выходной, и выбрала время, сразу приехала сюда. Потому что так подумала, что если и не я, то кто? Кто-то не может. Я сегодня могу. И чувствую свою нужность, важность дела. Особых профессиональных навыков изготовления маскировочных сетей не требует. С такой работой может справиться подросток. Десятиклассник Богдан Бузенков волонтёром себя не считает. Он пришёл вместе с мамой и бабушкой. Вы как-то в семье обсуждали это? Почему вы решили? Особо-то нет. Но помочь-то надо всё-таки нашим ребятам, которые сейчас воюют. Таких добровольных помощников много. Которые вместо слов о нужности и значимости просто приходят и делают. А я не могу по-другому. Как зачем это надо? Это же наши мальчишки. Кто это будет делать, если все скажут, зачем мне это надо? Специальная военная операция затронула каждого из нас. Среди добровольных помощников есть люди, для которых жизнь разделилась на до и после, о котором не хочется думать, только верить, ждать и помогать, чем можешь. У Анастасии Смородкиной муж на линии соприкосновения. Переживаешь? Конечно, очень. Вот ты думаешь, вот эта сеть ему поможет? Обязательно. Она не ему, она всем ребятам поможет, кто там. Она верит и плачет по ночам. А днем, как на передовую, приходит плести кружева маскировочных сетей, чтобы было легче воевать ему, тому, которого любит и ждет. Ждем наших парней, наших мужей домой с победой. Александр Наточев, Иван Петров, Светлана Нурик, городские новости, Артемовский телеканал, Лента. Развитие женского предпринимательства в России сегодня является одним из важных мировых трендов и драйверов для роста внутренней воловой продукт экономики. Поэтому особое внимание прекрасному полу уделяет предпринимательское сообщество «Опора России». Представительницы этого объединения собрали бизнес-леди Артема для того, чтобы доступными инструментами помочь им в становлении и развитии своего дела. Подробнее наш корреспондент. Татьяна Хайрова год назад бросила бьюти-сферу и, присоединившись к супругу, занялась пошивом кожаных ремней, кошельков и сумок. Вот, допустим, с натуральной кожей работаем исключительно. Петербург, Москва, также Ростовская область. Такое серьезное дело, я считаю, что это полезное для нашего города. Наталья Неретина пока только начинает свое дело. В прошлом году она прошла обучение и теперь счет женское нижнее белье. В планах открыть собственный салон. Удобная, да, комфортная. То есть сидящая именно на вас так, чтобы вы чувствовали себя на высоте. Чтобы вы не думали о лямках, о поясе. То есть с чего начать, какую помощь я могу получить от государства. Ну, вообще все. Помочь женщинам встать на ноги со своим делом – задача государственная. В конце прошлого года на уровне правительства Российской Федерации была принята национальная стратегия по поддержке интересов женщин. Хочется простым языком рассказать о тех нюансах, с которыми они могут столкнуться в процессе ведения своей деятельности, ответить на те вопросы, которые беспокоят. И, конечно, мы за то, чтобы бизнеса становилось больше, чтобы выходили из тени, чтобы не боялись стать самозанятым, чтобы понимали, что есть разные виды ведения бизнеса. И вот как раз в этом разобраться, мы оказываем такую поддержку. Приморские женщины из мира бизнеса, кто уже у руля, готовы делиться своим опытом. В этом вопросе очень важно быть в коллективе единомышленниц. Я хочу, чтобы высокий сервис был везде. В городе Артеме, в городе Находка, Владивосток, во всем Дальнем Востоке. И для этого всего лишь нужно передать свои знания. Приморский комитет бизнес-сообщества организовал серию подобных встреч с бизнес-леди во всех муниципалитетах Приморского края. Первая встреча в Артеме. Администрация всегда поддерживает любые инициативы. Как только нам становится известен телефон просто желающего, мы обязательно связываемся, мы рассказываем о существующих мерах поддержки на территории города, субъекта. Если сами мы не можем помочь, то мы тесно сотрудничаем с Центром поддержки и развития предпринимательства Приморского края. В первые за четыре года в Приморе стало больше предпринимателей. Несмотря на трудности, связанные с санкциями и ковид, за это время число субъектов малого и среднего бизнеса выросло на полтора процента. Об этом заявила уполномоченная по защите прав предпринимателей региона Марина Шемилина. И мы уверены, что в этом числе есть доля наших прекрасных женщин Артема. Виктория Летита, Иван Петров, Светлана Нурик. Городские новости. Артемовский телеканал. Лента. Проект капитального ремонта фонтана стал одним из победителей в конкурсе «Твой проект» для реализации в этом году. В территориальном управлении Артемовский он был построен еще в годы Великой Отечественной войны. Сейчас фонтан не работает, чаша его разрушается. Когда начнется его восстановление, вы узнаете в нашем сюжете. Находится фонтан в сквере энергетиков, который располагается у Дома культуры имени Артема. Местные жители часто проводят здесь время и прогуливаются. Его восстановление благоприятно скажется на всем населении и территории. Обновленный фонтан станет местом притяжения для проживающих здесь горожан. В апреле подрядчик уже займется закупкой материалов и подготовительным этапом работы. Мы уже встречались с подрядной организацией. Конкурсные процедуры были завершены. Выиграл конкурсные процедуры ИП Шеверских. Мы уже с ним встретились, обговорили о его возможностях, то, что он может делать. Он уже работал, имеет опыт работы, как в Артеме. Они начинали устанавливать нам фонтан, который на парке на 17-м километре. Также у них достаточно большое количество объектов было выполнено и в Спасске, и в Владивостоке. Для восстановления работоспособности фонтана подрядчику предстоит произвести грунтовые работы. Устройство бетонного дна кольца фонтана. Устройство трех чаш. Облицовку их поверхности декоративным камнем. Также необходимо будет сделать колодцы и канализационные лотки. Заменить оборудование фонтана, систему управления, дренаж и произвести электромонтажные работы. Планируют зайти на ремонт фонтана после 10 мая и закончить к концу июня. Я думаю, что уже в июле месяце можно будет смотреть на фонтан, как он работает. Напомним, что твой проект – уже традиционное мероприятие для Приморского края, которое проводится по принципам инициативного бюджетирования. Конкурс проводится в крае уже в третий раз по поручению губернатора Приморского края Олега Кожемяка. Ранее глава региона назвал программы благоустройства одним из самых народных, так как они не только формируются на основе пожеланий жителей, но и контролируются ими. Вероника Климова, Денис, Надельный, Светлана Нуре, Городские новости, телеканал «Лента». Состоялось значимое мероприятие для школы номер 18. Автор проекта – школа изучения основ проектной деятельности, проект в комиксе и по совместительству директор автономной некоммерческой организации в ресурсе Карина Бектудина провела нестандартное вовлечение учеников от 14 до 18 лет в мир проектной деятельности. Как это было, смотрите далее. По собственному примеру, Карина Бектудина изучила проектную деятельность и поняла, какие большие возможности она открывает. После чего решила делиться этим с другими. Например, начала проводить мастер-классы в школах для детей от 14 до 18 лет и решила пойти через комикс и рассказать школьникам на их собственном языке. Реальная идея того, как можно преобразовать, вот в частности история про преобразование пришкольной территории. И еще особенность, то что одна из страниц – это прям пошаговая инструкция того, как можно составить проект, который можно подать на тот же грант Росмолодежи. Совместно с героями первого в России комикса по проектной деятельности ребята изучили основы этого направления и, что более важно, его возможности. На мастер-классах Карина предлагает школьникам выбрать идею, которая будет интересна их команде. А дальше уже сами ребята могут неограниченно фантазировать. Мы делаем комикс на тему спорта, как вот этот молодой человек взял и в один момент изменил свою жизнь. Он решил стать другим, и он стал другим. Он накачался, не стал таким хиленьким. Чуть стал, ну, сами понимаете, ну, каких больше любят? Вот таких или, ну, как Олег. Естественно, как Олег. Вот поэтому так и получилось. Об этом мы пишем комикс. Ну, мне стали прийти, я пришел, а так, на самом деле, вот вроде бы прикольно. Мне интересно, что будет дальше, кроме комикса. Мы рисуем, как человек спустя какое-то время стал великой рок-звездой. Он внес огромный вклад в рок-музыку, потому что мы ничего другого не придумали. Я даже не знаю, наверное, тот факт, что с помощью этих проектов мы можем как-то улучшить социальную жизнь. Напомним, проект реализуется в рамках гранта Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь». Автор проекта отметила, что в данный момент идет прием заявок на участие в первом сезоне грантового конкурса 2023 года. К участию приглашаются физические лица в возрасте от 14 до 35 лет. Проект в комиксе всегда готов поддержать тех, кто решил открыть для себя новый мир возможностей, благодаря проектной деятельности. Вероника Климова, Денис Надильный, Светлана Нури, Городские новости, телеканал «Лента». В Уссурийске полицейские задержали двух курьеров-мошенников, похитивших сбережения пенсионерки. Жертвой аферистов стала 70-летняя местная жительница. Думая, что помогает своей внучке, женщина передала 200 тысяч рублей курьеру. В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску продолжают поступать заявления граждан о мошенничестве. Так, очередной раз жертвой аферистов стала 79-летняя местная жительница. Она рассказала, что утром ей на домашний телефон поступил звонок. Лжесотрудник правоохранительных органов сообщил, что ее внучка устроила автоаварию. И чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности, ей необходимо передать 200 тысяч рублей курьеру. Испуганная пенсионерка, не успев опомниться, выполнила все условия звонившего. Отойдя от шока, она перезвонила внучке, которая сообщила, что ни в какое ДТП она не попадала. Осознав, что стала жертвой мошенников, пожилая женщина обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по городу Уссурийску установили личности и задержали зловомышленников. Ими оказались двое жителей Уссурийска в возрасте 16-19 лет. Задержанных доставили в отдел полиции для разбирательства. Несовершеннолетний задержанный рассказал, что в сети интернет нашел объявление о быстром способе заработать. После прохождения так называемой верификации на его мобильный телефон поступило сообщение с указанием адреса в городе Уссурийске, куда необходимо было прибыть в назначенное время в качестве курьера и забрать денежные средства. Чтобы не было скучно одному, он предложил заработать своему 19-летнему знакомому, на что последний дал свое согласие. 5% заработка зловомышленники оставили себе, а остальную сумму 180 тысяч рублей перевели через терминал на расчетный счет своих работодателей. Следственным подразделением отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба. Полиция напоминает, что если вы получили звонок о том, что ваш родственник попал в беду, прежде всего успокойтесь, не поддавайтесь панике. Под любым предлогом прервите разговор и сами перезвоните родственнику, от имени которого или о котором идет речь. Если его телефон отключен, то перезвоните другим родственникам, коллегам, знакомым. Позвонив в медицинское учреждение или дежурную часть отдела внутренних дел, можно узнать, действительно ли родственник находится в больнице или в отделении полиции. Поинтересуйтесь именем и должностью собеседника, местонахождение вашего родственника, на которого тот ссылается, и его личными данными. Как правило, этих мер достаточно, чтобы мошенники утратили к вам интерес. Если вы считаете, что подвергаясь преступному посягательству, незамедлительно обращайтесь в полицию по номеру 102 или 112. Все на колеса решили юные жители села Суражевки и ударить велопробегом вокруг Дома культуры, показав пример активного образа жизни во Всемирный день здоровья. Самокаты, ролики, велосипеды, дети Суражевки от 6 до 10 лет поехали и побежали в традиционном весеннем мероприятии. Когда-то это был велопробег, но пришло время разрушить традицию и поехать, и даже побежать в честь Всемирного дня здоровья. Сегодня впервые у нас обычный велопробег. Сегодня вы видели. У нас и бегом, и на самокатах, и на роликах, и на велосипедах. Что очень приятно. Дети сами привнесли как бы новизну этого мероприятия. Очень приятно. Некоторые дети подошли к творческе к своему транспорту. Кто-то украсил двухколесного друга солнцем и звездами, а Витя Ерихонов в тандеме с мамой создали целую подвижную инсталляцию на стихи Корнея Чуковского. Это ехали медведи на велосипеде. Здесь медведи. Главное поехать. Ну, сзади кошка. Кошка. А, это комарики. Да, комарики. Ой, какие комарики. Покажи нам комариков. Ух ты. А кто это все сделал? Ну, сделали. Три круга возле Дома культуры Любава. Все роллеры, велосипедисты, водители самокатов, а также бегуны пришли к финишу без потерь. Да и победителей быть не могло. Ведь в этом заезде главное участие. Виктория Летита, Денис Надельный, Светлана Нурик, городские новости, Артемовский телеканал «Лента». На этом наш выпуск завершен. Больше новостей на сайте телеканала «Лента» и в социальных сетях. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова